В этот раз я хочу рассказать вам о девушке, история которой, думаю, никого не оставит равнодушным. Эльза была обычной любознательной девчонкой, которая превращалась в женщину. Мужики смотрели на нее, как на вожделенный предмет. Эльза была далеко не дурна собой, карие глаза, ровненький носик, покрытый хаотичными симпатичными веснушками, словно листьями клена, что с приходом холодов упали на кожу ее лица и так и остались на ней, играя роль дополнения внешности Эльзы. Юная красотка была даже слишком хороша собой. Ее белокурые волосы неизбежно приковывали к себе взгляды сильного пола. В свои 17 она изучала мир, себя и окружающих. Этот живой и огромный, наполненный опасностями мир, удивлял юное создание своей гармоничностью, загадочностью и в то же время черствостью и безжалостностью ко всем, кто слаб и не может защитить себя. От земли идет холодный воздух и меня пробирает дрожь. Будущи непослушным подростком, Эльза постоянно куда-то сбегала, заставляя свою мать сходить с ума. Момент для непослушания был совсем неподходящим. Ее семья, отец, мать и младший пятилетний братик стояли в начале невероятного приключения. Они должны были преодолеть гигантское расстояние, если быть точнее, больше трех тысяч километров. По территориям первобытной Америки, где на каждом шагу любого первооткрывателя ждали опасности. Бандиты, обозленные индейцы, змеи, дикие животные, болезни, нужда и многое другое. Они отправлялись в опасное путешествие, все из-за мечты отца Эльзы, фермера, который когда-то был капитаном кавалерии американской гвардии. Но после войны он никогда не называл себя капитаном и другим не позволял. О войне этот суровый человек почти никогда не вспоминал. Но когда необходимо было вспомнить навыки, добытые в битвах за свободную Америку, то капитан непременно делал это. Со своей семьей фермер Джеймс встретился в городке Форт-Уэрт, штата Техас. Туда его дочь Эльза, маленький пятилетний сын Джон и жена Кристина прибыли на поезде. Им предстояло переночевать в городе, где порядочным леди и детям не стоило задерживаться, а лучше всего появляться вообще. Город кишел преступниками и проститутками. В таком разношерстном обществе постоянно происходили неприятные происшествия, убийства, грабежи и другое. Чтобы оградить свою семью от бандитов, Джеймс снял два номера в самом приличном отеле в городе. Но даже это не помогло. Глубокой ночью один из клиентов, пьяный как дым, вернулся в отель. По пьяни он спутал номера, пытаясь открыть ни свою дверь, ни подходящим ключом. Когда ключ сломался, огромный верзила просто сломал замок и вошел в комнату, где спали Эльза и Ник. Когда огромная туша рухнула на кровать, Эльза проснулась. Верзила закрыл рот Эльзе ладонью и попытался надругаться над ней. Эльза воткнула ему палец с острым ногтем в глаз и как только смогла, изо всех сил закричала. Когда она попыталась убежать, Толстяк поймал ее. Эльза как только могла отбивалась, пока удар кулаком напрочь не оглушил ее. Толстяк уже хотел продолжить развлекаться, ему помешала пуля, выпущенная в затылок. Выстрел произвел отец Эльзы, Джеймс. Таким неприятным инцидентом началось долгое и сложное приключение Эльзы, в котором опасностей на пути будет встречаться не меньше. На следующий день в городе Джеймс собирался купить снаряжение для дороги, когда к нему с предложением присоединиться к группе эмигрантов подошли двое. Старый капитан Кэттон и его напарник чернокожий Томас. Сначала Джеймс отказался идти с ними, но потом, пораскинув мозгами, передумал. На таком долгом и опасном пути одному оставаться не стоило. У тех, кто действует сообща, шансов выжить гораздо больше. Не успели они отойти от Форт Уэрта, как произошла еще одна неприятная история. К лагерю переселенцев подошла группа ковбоев. Они увидели безоружных иммигрантов и сразу осмелели. Им сказали, что им здесь не рады, но нахальные всадники все-таки хотели напоить своих лошадей в реке. Началась перепалка, и чтобы преподать урок своим обидчикам, всадники напали на лагерь и убили нескольких человек. Мужчины, способные держать оружие, прибыли только утром следующего дня после охоты на диких коров. Когда они узнали о случившемся, то сразу отправились в город к маршалу. Он должен был совершить правосудие. Как и ожидалось, банда, учинившая перестрелку, была в Солуне Белый Слон. Там маршал с остальными покарали преступников, перестреляв всех до единого. Это событие заставило искателей свободной земли быстро собраться и начать свой путь, потому что после публичной казни бандитов на них скорее всего открыли охоту. Я безоружен. Приключение только начиналось, а мигранты уже начали гибнуть ввиду своей неопытности и неумения защитить себя. Они еще не успели покинуть Техас, а путь, по которому они проходили, уже пополнился свежими могилами. Все эти испытания, что им уже довелось пережить, были лишь началом. Впереди их ожидало самое тяжелое препятствие, которое первооткрывателям придется преодолеть. Этим препятствием была река. Мигранты тащили с собой много ненужного хлама, от этого их телеги были невероятно тяжелыми. Они легко бы зашли в мягкую глину реки и непременно бы застряли бы там навечно. Этого и боялся капитан Кэттон. Он знал, что перейти реку очень сложно. Вода в реке за ночь значительно поднялась. Другого выхода не было. Пройти быстротечный брод было нужно и желательно без потерь. Но то, как поведут себя мигранты в приступе паники, никто не знал. Капитан очень опасался этого поведения людей. Когда люди не умеют плавать, когда им приходится тонуть в холодной быстротечной воде, они паникуют. И пытаясь спастись, нередко утягивают с собой остальных. Кэпу и вот чернокожему другу, еще фермеру, всем предстояло потрудиться. Когда мигранты наконец повыкидывали все лишнее со своих повозок, они начали преодолевать преграду в виде реки. Дела шли совсем плохо. Женщины и дети были слабыми и напуганными. Они начали быстро гибнуть. Спасти всех просто-напросто не получалось. Когда в воду зашли сами телеги, это оказалось самым сложным и трудным моментом. Переселенцы массово падали в воду. Помочь всем просто было невозможно. Кое-как в ужасной панике большему числу удалось выжить. Они претерпели самое страшное на этих землях. Впереди в нескольких неделях пути замаячил Канзас. А значит, если будут продолжать направляться на запад, то вскоре дойдут до перевалочного пункта, где можно подковать лошадей, отдохнуть и купить снаряжение для дальнейшего пути. Еще земли Канзаса были переполнены бандитами, конокрадами и другими неприятными сюрпризами. Индейцы так далеко не охотились, но иногда и их можно было случайно встретить на своем пути. Несколько дней спустя тревожные звоночки совсем скоро снискались на тлеющих углях пылающего заката. Один из парней капитана наткнулся на следы ночевки. Следы говорили, что их было шестеро. Похоже, эта банда следила за телегами мигрантов. Они крали не только скот и лошадей. Еще эти ублюдки не брезговали торговать людьми. Молодой и красивой девчонке Эльзы стоило быть на чеку. Эти твари, несомненно, имели свои виды на нее. Так и было. Бандюги собирались продать девчонку в три дорога. Отец Эльзы и капитан Кэттон уже знали, что их преследуют, потому готовились драться. Они оставили одну повозку в долине, а сами сделали вид, что уехали. И да, черт возьми, эти гиены поверили в происходящее. И даже не дожидаясь темноты, напали на одинокую телегу. Вот тогда-то и появились парни. Бандюги бросились улепетывать. Погоня за ними происходила хаотично. Вскоре стало понятно, что убийцы бегут прямо на стадо, где были Эльза и ее жених, Энис. Во время пути эти двое сблизились и накануне договорились пожениться. Этой любви не суждено было долго жить. Энис пошел вперед, чтобы защитить Эльзу. И в бою один из бандитов убил его. Когда Эльза увидела это своими глазами, она сошла с ума от горя. Убийцу схватили и собирались повесить на первом же суку. Но Эльза не своими глазами посмотрела на мерзавца. Как молния выхватила пистолет из кобуры и проделала три отверстия в груди негодяя. Это убийство и потери молодого жениха изменили хрупкую душу Эльзы. Она замкнулась в себе. Несколько дней и ночей проплакала. Ничего не ела и не пила. Все переживали за нее, но ничего исправить уже не могли. Вскоре путь первооткрывателей привел их в Хардвейк. Там был рынок, потому была возможность продать или купить вещи. Там капитан Кэттон смог нанять повара и уговорить одного из колбоев отправиться с ними. Это пополнение немного увеличило их шансы на выживание. Хотя капитан по-прежнему считал, что этим первооткрывателям не пережить этот поход. Пусть даже если они прошли так далеко. Время шло своим чередом. Эльзе становилось все лучше. Она возобновила работу на своей молнии, перегоняя стадо коров. Поддержка родных придавала ей сил. Вскоре она снова начала радоваться жизни. И все чаще на лице Эльзы начала появляться улыбка. Земля была ее кроватью. Крышей над головой было небо. Под рукой всегда пребывал верный конь. Что еще нужно для молодой ковбойши? Только свобода, ветер в волосах и возможность путешествовать по этим бесконечным равнинам, где каждый клочок земли можно назвать своим домом. Теперь Эльза в числении угомонных мечтателей, отважных первооткрывателей покидали земли Техаса. Теперь они должны были пройти по землям обсорвации, землям, которые по закону принадлежали индейцам. И коренные жители этих земель далеко не всегда были дружелюбными. Теперь в своей речи можно было смело применить слово «неизведанное», пытаясь описать то, что ждет искателей своего места под солнцем, и которые отважились пройти этот гигантский путь. Впереди была лишь дикая земля и такое родное небо. Цивилизация со всеми своими благами осталась позади. Теперь первопроходцам не сулило никаких прогулок по мостам. Реки в этих краях пересекать придется только верхом или вплавь. Эльза, погруженная в свои мысли, думала о любви, которую дьявол отнял у нее. Но когда она научилась перемалывать эту горечь утраты в себе, дьяволу стало скучно, и он начал искать другую жертву, чтобы снова как следует повеселиться. Вскоре на пути у мигрантов появились местные индейцы. Им сильно повезло то, что командчи оказались дружелюбными. Они хотели провести обмен с переселенцами и за небольшую плату составить компанию, помогая с трудностями. Спустя несколько дней у них на пути появилось стадо диких лошадей, прекрасная возможность поохотиться. В этом мероприятии выпала возможность поучаствовать и Эльзе. Все уже знали, что она опытная наездница, потому даже отец Эльзы, Джеймс, не был против помощи своей дочери, доверяя ей такую сложную и опасную охоту. Один из индейцев Сэм сказал, что поймать нужно вожака старей, самого сильного и молодого жеребца. Когда охотники поравнялись с табуном мустангов, Эльза вырвалась вперед на своей молнии. Совсем быстро ей удалось нагнать вожака табуна. Это заметил один из индейцев Сэм. Он давал Эльзе советы по поимке быстроногого мустанга. Вместе им удалось поймать дикого жеребца. Когда капитан увидел, как Эльза скачет на своей молнии, он сказал Джеймсу, что она держится верхом, словно каманчи. И это был комплимент. Вскоре отношения Эльзы и каманча Сэма переросли в чувства. Когда Сэм уже собирался по обычаям индейцев отдать своего коня отцу Эльзы, чтобы взамен забрать его дочь, он заметил неподалеку присутствие стада диких буйволов. Этот знак говорил о том, что за златовласой девушкой следует благодать. Сэм научил Эльзу красть лошадей. Теперь выпала возможность научить ее охотиться на бизонов. Хватающая на лету навыки выживания в здешних равнинах Эльза произвела один точный выстрел в затылок буйвола, свалив его на повал. Сэм в ту же минуту вырезал сердце огромного животного. По обычаям охотник, который убил бизона, должен впиться зубами вплоть только вырезанного сердца, чтобы забрать у зверя его силу. Вечером к Джеймсу индейц Сэм привел коня, того самого вороного жребца, что был вожаком табуна украденных ними лошадей. Родители Эльзы опешили, когда краснокожий предложил обменять Мустанга на их дочь. Но Эльзе исполнилось 18 лет и по закону теперь она могла сама принимать решение, без оглядки на мнение родителей. У Эльзы был неукротимый нрав. Она влюблялась и не собиралась скрывать свои чувства, демонстрируя свою любовь перед всеми. Время непреклонно шло дальше. Земли, на которых влюбленные нашли друг друга, остались позади. Сэм не мог пойти с Эльзой. Он долго сражался за свои территории и не мог просто все бросить. Нужно было продолжать борьбу. Во время расставания Эльза без страха осуждения призналась в любви, не скрывая слезы. Теперь она была женой воина, а значит и сама стала воительницей. На пути, по которому шли мигранты, они наткнулись на разоренную деревню индейцев. Похоже, это было поселение индейцев Лакота. Среди мертвых были лишь женщины и дети. Это означало, что воины могут в любой момент вернуться и расправиться со всеми, кто причастен к этим убийствам. Капитан с парнями допустили ошибку, когда подошли к поселению и оставили там свои следы. Индейцы легко могли подумать, что убийство семей Лакота – это рук дело мигрантов. И со страха мигранты приняли паническое решение продолжить идти форт, до которого оставалось всего 4 часа пути на повозке. Когда индейцы увидели, что повозке со всех ног убегает, естественно, они подумали, что мигранты убили их семьи, потому они сразу же бросились в погоню. Когда мигранты увидели, что Лакота приближается, они в суматохе выставили свои повозки кругом, пытаясь выстроить хоть какую-нибудь защиту. Капитан с помощниками и отец Эльзы ушли искать бандитов, которые совершили непростительное преступление. Они хотели убить воров и вернуть лошадей индейцам с объяснениями, что они не причастны к содеянному. Но было уже поздно, атака на повозке уже состоялась, и то, что главных стрелков не было рядом, сыграло фатальную роль в сражении. До нападения Эльза переоделась в платье, потому что появляться в военном форте в одеждах индейцев не было возможно. Потому Лакота подумали, что Эльза одна из бледнолийцев, а не жена краснокожего воина. Один из Лакот отогнал ее и ударом к лотушке сбросил с лошади. Когда Эльза пришла в себя, вокруг все еще были всадники Лакота. Без раздумий она бросилась к одному из тел эмигрантов, чтобы вооружиться ливарвером. Это заметил один из краснокожих. Стрела воткнулась рядом с Эльзой, намекая на то, что ей не стоит делать резких движений. Жена воина Златовласая молния заговорила с Лакота. Тот сказал, что продаст ее или убьет. Златовласую воительницу такой ответ не устроил. Эльза выхватила пистолет из кобуры погибшего так быстро, как только смогла. Но воин Лакота был на чеку. Они выстрелили в друг друга одновременно. Выпущенная воином Лакота стрела пронзила живот Эльзы насквозь. Но из-за адреналина в крови, боли Златовласая молния совершенно не почувствовала. Эльза вскинула пистолет и убила еще двух воинов Лакота. Когда патрон в барабане Ливарвера закончился, она подобрала тамагав врага и постаралась метнуть вне другов. Воины Лакота уже собирались пристрелить бледнолицую, которая сражалась точно Каманчи, когда Эльза выкрикнула в слова на их наречии. Вождь Лакота с желтым боевым раскрасом спросил, откуда белой девчонке известны эти слова. Эльза ответила, что является женой Каманчи, и это он научил ее местному наречию. Тогда Вождь Лакота спросил, как ее зовут, и Эльза сказала свое имя. Вождь Лакота только рассмеялся, отметив то, что ему понравилось имя Златовласой девушки. Больше Лакота не тронули Эльзу, воительницу, которая сражается как Каманчи. Похоже, они зауважали ее, больше не желая сеять смерть. Эльзу со стрелой в животе отыскали те, кому удалось выжить. Нужно было немедленно извлечь древко стрелы из раны, а саму рану прижечь и перевязать. Бесстрашную воительницу нужно было немедленно доставить в форт. Там были хирурги, которые могли помочь. День незаметно проскочил мимо глаз. С наступлением темноты идти дальше уже было нельзя, потому пришлось остановиться и дождаться утра. Родители Эльзы прекрасно понимали, что и осталось совсем немного. В прошлом отец Эльзы Джеймс воевал и за годы войны множество раз видел подобные ранения. Когда пуля пробивала печень солдата, это означало, что вскоре ему придется покинуть этот мир. Лишь единицам из тысяч счастливчиков удавалось выжить. В случае Эльзы ее печень пробила стрела, а стрелы индейца всегда были очень грязными и зачастую отравленными. Этот факт не солил ничего хорошего. Грязь настрелила кота, гарантировала заражение крови и внутренних органов Эльзы. С такими симптомами ей оставалось жить совсем недолго. Отец и мать Эльзы не хотели тратить время зря и тщетно пытаться спасти свою дочь. Пусть лучше она проживет свои последние дни так, как она это умеет. Дочери они старались не показывать, как они переживают за нее, но Эльза все-таки видела в глазах отца тревогу. Он смотрел на нее, словно она уже умерла, пытаясь скрыть это своей улыбкой. Вскоре искатели своего дома добрались до форта, где надеялись найти помощь для Эльзы. Надежды на спасение разбились с новостями о расформировании в прошлом военного форта. В нем больше не было хирурга. Эту должность занял солдат, который не имел опыта в столь щепетильном деле. Кавалерист осмотрел ранение Эльзы и сказал, что печень уже успела разбухнуть. А лекарств, что могли бы помочь с этим на территории бывшего форта, не было. Без долгих раздумий Джеймс забрал свою дочь и они отправились дальше, на земли Орегона. С дороги. С каждым днем ранения Эльзы доставляли все больше проблем. Она уже едва могла держаться в седле. На пути остатков первооткрывателей снова появились индейцы. Они захотели помочь раненой девушке и для того, чтобы остановить кровь, нужно было окунуть Эльзу в холодную воду ручья. Такая процедура возымела совсем недолгий эффект. Времени у Эльзы оставалось совсем немного. Потому ее отец Джеймс взял свою дочь одну, чтобы сэкономить время и дать Эльзе возможность выбрать место, где ее похоронят. Несколько дней спустя в седле, они все-таки нашли свободную прекрасную землю и остановились передохнуть. Вскоре Эльза уснула, а когда проснулась, сказала отцу, что теперь понимает и нисколько не боится. И мне не страшно. Папочка, я не боюсь. Это были ее последние слова. После этого Эльза умерла. Она познала смерть и в своем раю она все так же продолжала скакать на своей молнии по прекрасным долинам вместе со своим возлюбленным. В этой истории немногим удалось дойти до конца. Тем счастливчикам, которым это удалось сделать, повезло больше других. И теперь у них была собственная земля и свобода. Жаль, что златовладцей девушке, которая так любила жить, не удалось порадоваться вместе с ними. Ее юная жизнь так несправедливо рано оборвалась, когда должна была только начаться. У всего есть свой конец. Также и эта история подошла к концу. Если она вам понравилась, ставьте лайк и подпишитесь. А пока на этом все. До скорого!